Привет! В этом специальном выпуске я хотела бы поговорить о явлении, которое уже давно принято обозначать словосочетанием. Не все так однозначно. Этот когда-то локальный мем давно уже превратился в целую философию, которая, кажется, заняла в России место официальной идеологии. Сбит малазийский Боинг? Испанский диспетчер Карлс расскажет, это сделала Украина. Обрушился рынок? Экономист издания Шпигель объяснит, это потому что доллару конец. Мировые бренды уходят из России, это с одной стороны, а с другой у нас будут свои собственные мировые бренды, не все так однозначно. В этом выпуске мы разберемся, откуда берется в медиа неоднозначность, почему она возможна и кому это выгодно. Поехали! Перед тем, как перейти к реальным примерам, немного теории. Ну, возьмем роман американской писательницы Донны Тарт «Тайная история». В самом начале главный герой признается, он вместе с однокурсниками убил своего друга по имени Банни. По сюжету само убийство происходит в середине, а вот до него сотни страниц о том, каким же чудовищем был этот Банни. И чужие дневники читал, и женщин чужих домогался, и вообще жил за чужой счет. И учился он на престижном факультете за деньги, а не потому что умный и друзей шантажировал, и вообще много чего еще. Когда дело доходит до самого убийства, то читателю уже трудно избавиться от ненависти к жертве. Так его, этого Банни, ну а как иначе-то? Но стоп, вообще-то Банни на фоне убийц образец благодетели. Но писательница уже достигла нужного эффекта. Читатель не замечает, как становится на сторону однозначных злодеев. В другом большом романе, который сейчас часто вспоминают, в благоволительницах Джонатана Литтелла, главный герой-эсэсовец Максимилиан Ауэ. По сюжету он занимается инспекцией в концлагерях. Герой стремится облегчить жизнь заключенным. Где-то дать больше еды, где-то больше света, где-то медицинской помощи. Читатель это так умиляет эмпатия нациста, что он начинает волей-неволей ему сопереживать. Стоп. Он ведь их не спасает и даже не думает об этом. Скорее, наоборот. Но дело сделано. Литтелл добился своего. Читатель, ты же такой же нацист, как и мой герой. Теперь ты думаешь, что не все нацисты были такими же уж однозначными сволочами. Эти эпизоды – идеальный пример того, как парой-тройкой приемов можно породить сомнения в, казалось бы, вполне однозначных вещах. Жертва сама виновата. Убийца хотел как лучше, у него не было выбора. Во всех событиях есть второе дно. Всегда нужно просто искать, кому это выгодно. В общем, все не так однозначно. Теперь к истории вопроса. Приятно, когда тебя не просто слушают, но и прислушиваются. В прошлом месяце я советовала своим зрителям обращать внимание на наши отечественные бренды, которые с легкостью заменяют зарубежные. А главное – с пользой для кошелька. Речь вот об этих замечательных беспроводных наушниках от нашего тюменского бренда CGPods. Это очень достойная, еще и бюджетная альтернатива подорожавшим наушникам сбегающего с российского рынка известного американского бренда. CGPods стоит всего 5000 рублей. В четыре раза дешевле фруктовых аналогов. Совпадение или нет, но именно в марте тюменский бренд побил очередной рекорд продаж. По данным Яндекса, в этот период интерес к покупке CGPods был даже выше, чем в декабре. То есть в сезон самого пика продаж. Потому что наушники, ну, действительно достойные. И даже старания конкурентов бессильны против популярности CGPods. В интернете много нелицеприятных отзывов о том, что тюменские наушники китайские. Рассказываю. CGPods действительно собираются в Китае. Но по оригинальным разработкам и под строгим контролем тюменских инженеров-технологов. Точно такую же схему используют практически все производители электроники. Но никто не называет эти известные американские и корейские бренды китайскими. Важно не где собирается электроника, а по чьей разработке и под чьим контролем. Уверена могу сказать, что CGPods не китайские, а наши тюменские наушники. Некоторые пользователи отрицают очевидную разницу между китайской электроникой и электроникой, собранной в Китае. Хотя создатель тюменского бренда Вадим Боков много раз пытался достучаться до такой аудитории. Лично все объяснял, разбирал и сравнивал китайские наушники с оригинальными CGPods. И объяснял, почему тюменские наушники гораздо дешевле зарубежных аналогов. CGPods продаются конечному потребителю через интернет напрямую со склада, без наценок, посредников и перекупщиков. Поэтому и стоят они в полтора-два раза дешевле, чем стоили бы у посредников. Ну а комплектующие у тюменских наушников качественные и дорогие. У CGPods R2 точно та же гарнитура с того самого завода, что и у фруктовых аналогов. Послушайте, насколько хорошо микрофон передает голос. Отлично же слышно, правда? Поднять цену несложно. Проблема же основная в потребительской корзине. То есть она снизится. Зарплаты в ближайшие полгода, они точно, даже вообще, даже ни на рубль, ни у кого не вырастут. То есть в этом основная проблема. Плюс у тюменских CGPods есть влагозащита. В них можно смело и душ принимать, и под дождем гулять. Кейс тюменских CGPods 5.0 из профессионального авиационного алюминия. Точно такой же металл используется при строительстве Боингов. И кейс суперпрочный. Аж 220 кило выдержит. У известного всем американского бренда гораздо более хлипкий кейс, который разваливается при 80 кило. Модель CGPods Lite. Самая женственная и милая. Кейс приятный на ощупь, очень похож на коробочку от ювелирки. Кейс еще и щелкает крышечкой, как пленка пупырка. Слышите? Кейс антистресс. Мне очень нравится. А внутри милые компактные наушники. Специально для женских ушей. Легкие, удобные, почти незаметные. Без розетки CGPods работают аж 20 часов, ровно как яблочные наушники. При этом цена тюменских наушников, напомню, в 4 раза дешевле. Всего 5000 рублей. Предлагаю поддержать душой и кошельком нашего честного тюменского Илона Маска. Который не задирает цены за громкое имя бренда и не наживается на соотечественниках. Ссылка на официальный сайт CGPods и мой код на скидку 200 рублей в описании под роликом. Весной 2014 в интернете активно обсуждали обращения, которые выкладывали украинские военные из Крыма. Никаких действий со стороны русских воинов. То есть, ну что говорят, что нас там не выпускают, дискриминируют. Такого нет. Это все бред. С простого комментария под одним из таких видео и началась история одного из самых популярных мемов эпохи. Поверьте, я сама крымчанка, живу тут 50 лет, дочь офицера. Просто поверьте, у нас не все так однозначно. Никто не хочет отделения. Фраза быстро пошла в народ. Возможно, потому что имя у дочери офицера тоже было неоднозначное. Дмитрий. Как это часто и бывает, фольклор сам родил идеальную фразу для описания происходящего. В конфликте вокруг Крыма и Донбасса ее быстро подхватили обе стороны. Но на этом дело не кончилось. И теперь почти любое событие сопровождалось этой мыслью. Не все так однозначно. Кто-то иронизировал, кто-то действительно указывал на неоднозначность происходящего, а кто-то замечал. Теперь любое громкое событие обязательно исчезает за спорами о нем. Есть какой-то конфликт на территории. Если взять в ходе избирательной кампании про Москву, то очень часто были строительные конфликты. На территории, может быть, связанных с экологией. Просто явный конфликт. Застройщики хотят построить дом, а жители не хотят. Тут все ясно. Ноль единицы, черное и белое. Но не так все однозначно, как известно. И можно сделать что? Можно в эту повестку в поле вносить дополнительные странные вопросы, которые лежат рядом. Например, вот хотят построить дом, это, наверное, плохо. А вот поликлиник, это хорошо или плохо? А детский садик, это хорошо или плохо? Это уже не так все однозначно. А если здесь не будет дом, то будет поликлиник. Вы согласитесь ли вы? То есть начинаете выносить в поле обсуждения дополнительные вопросы, которые фокус начинают сбивать и смещать на самом деле. Это обычный прием политиков. А если им не нравится текущая повестка, им нужно ее как-то подвинуть, как-то изменить, чтобы на ее фоне выделиться. Они, естественно, говорят, что важно не это, а другое. Сказать, что это специально политтехнологический прием, я бы не стал. Хотя, наверное, это можно использовать даже бессознательно, потому что обычно идет борьба за то, что считать главным и неглавным. Пока есть политика. Сейчас, когда политики не стало, то и борьбы этой нет. Ну, там, допустим, можно вспомнить, как в 99-м году, когда была острейшая борьба в президентской кампании между, я бы сказал, даже против, прежде всего, Примакова с Ушковым, то шла война на разрушение образа Примакова. И поскольку этот был такой солидный образ, предпочитавший интерьеры стиля ампир, то, когда он выступал, использовали нехитрые приемы, брали парочку других, в общем, малоприятных выступающих, которые выступали в том же интерьере и тоже пытались изображать из себя солидных людей, там, ну, это были, в общем, фрики, типа Льва Убожка из тогдашней, уже не помню даже, как партия его называлась, которая не имела ни одного шанса ни в чем, но он тоже сидел в том же кресле и тоже вальяжное разглагольство. Это банальная борьба за повестку, она есть во всех странах, но, конечно, у нас технология приобрела совершенно особый вес, поскольку не было государства, строго говоря, не было институтов, и технология заменяла несуществующие традиции, несуществующую политическую культуру и постепенно превратилась в самостоятельную ветвь в власти, как сегодня. Слухи альтернативной версии были всегда, но не путайте их с фейками. Сейчас объясню, в чем состоит, собственно, разница. Слухи возникали в мире неперегруженном информацией, когда каждое событие еще не снимали на камеру смартфона и не выкладывали тут же в интернет. События сначала должны были попасть на страницы газет, а потом дойти до людей. На все это требовалось, ну, какое-то время. Как помните, в Булгаковском морфии до деревни, где происходят события новости об Октябрьской революции, доходят только глубокой зимой. Михаил Алексеевич, тут, говорят, в Петрограде опять какая-то новая революция? Не слышал. Говорят? Ну, говорят. И вот по пути новость менялась, трактовалась, дополнялась, извращалась. Ну, в общем, то, что называется, обрастало слухами. Слухи как бы заполняли недостаток новостей и их обсуждение. Продукт, производимый конспирологией массовой и связанный с ней, заинтересованный, то есть модерируемый кем-то в каких-то целях. Может быть, это маркетинг, может быть, это пропаганда. Но уже даже о пропаганде говорить в этой связи трудно. Это не пропаганда. Пропаганда стремится, так сказать, перетащить тебя на свою сторону, ввести в тебя какой-то комплект данных, ценностей, какую-то веру. Но здесь такая задача не стоит. Ну, идеальный, что ли, продукт конспирологический – это Путин. Путину приписывается все, что угодно, и все, что вы ему припишете, особенно негативное, оно будет поддержано. Но проверить ничего из этого нельзя. Поэтому я бы сказал, что он – квинтэссенция русской конспирологии. О масштабе и важности явления говорит тот факт, что во время войны за распространение слухов ну, вообще расстреливали. А теперь судя за фейки. Ну, или за так называемые фейки, то есть за любую информацию, не из официальных источников. И вот они – фейки, уже продукт нашего с вами перегруженного информации мира. К чему вообще слухи, когда все уже записали, сняли и выложили? Правильно, ни к чему. Потому что там, где раньше работало сарафанное радио, теперь размещается контент. Любое видео, фото, любой текст можно отредактировать. Пространство манипуляций вокруг событий огромное – от базового фотошопа до нейросетей. Сейчас совершенно невозможно найти, в всяком случае легко найти, найти сферу аутентичных данных. Что особенно подозрительно в условиях военных действий, которых очень много данных, очень много каких-то сообщений, но их даже не пытаются проверять. Если вы доверяете одной стороне, вы воспроизводите ее слухи, как достоверные. А если слушающий сомневается, тут же прибегает сто ваших сторонников и смешивает его с грязью. Это и есть, собственно, основной способ информирования. К сожалению, интеллигенция здесь идет в первых рядах. Нет, сегодня нет достоверных данных, если вы не провели большую, сложную, исследовательскую, дорогостоящую работу по селекции данных. Но вы будете проводить ее только, если вы ученый, или если вы нуждаетесь в точных данных, например, если вы готовите спецоперацию. И то не всегда. Но наше любимое «не все так однозначно» занимает среднее положение между слухом и фейком. Ну, вроде и правда, а вроде есть пространство для трактовок. Нами манипулируют не как-то грубо и прямолинейно. Я бы сказала, не пропагандистки, а в режиме живого диалога. Совпадение? Не думаю. Читателя часто даже не обманывают, а просто запутывают. Разбирайся, мол, в версиях самостоятельно. В этом политехнологи и медийщики по обе стороны границ НАТО достигли реально больших успехов. Над Соловьевым со Скобеевой до спецопераций было принято смеяться. Пропагандисты соревнуются в безумии. Много ада, Тимонян, Киселев нащупал очередное дно. Ну, все эти мемные фразы из Телеграма мы с вами и так знаем и слышали. Это такие знакомые обычные заголовки до начала спецоперации. В реальности все эти люди свое дело знали и, в общем, победили. Те, кто над ними смеялся, сейчас делают это уже не из России. Так что давайте подробно разберем разные способы заставить сомневаться в трактовке, казалось бы, самых очевидных и понятных событий. Два года назад мир всколыхнули протесты под лозунгом Black Lives Matter. Черные жизни имеют значение. Западный мир посреди пандемии оказался занят рефлексией на тему своего трудного имперского и рабовладельческого прошлого. Памятники еще недавно общепризнанным героям раскрашивали граффити или вообще сносили. В американских городах начались погромы со стрельбой. Власти вводили национальную гвардию. Страна как будто довоевывала гражданскую войну позапрошлого века. Причиной стало убийство полицейским Дериком Шовеном чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Флойда заподозрили в покупке сигарет за фальшивые деньги. Шовен уложил подозреваемого на землю и надавил на горло коленом. Пять минут Флойд говорил, что не может дышать. Последние три были без сознания. На восьмой минуте Флойд погиб. Об истории борьбы потомков афроамериканских рабов и о масштабах полицейского насилия подробно рассказывать не буду. Это отдельная тема. Ну, просто тут важно понимать, что убийство Флойда стало поводом для очередной ее актуализации. Полицейский применил немотивированное насилие, в котором не было необходимости. Шовен вместе с тремя напарниками был против всего одного задержанного. Видео восьмиминутного удушения Флойда снял случайный прохожий, ну а потом выложил в интернет. Кажется, что же тут неоднозначного? Но нет. Те, кто поддержал действия полицейских, стали копаться в биографии Флойда. Не раз сидел в тюрьме, распространял и употреблял наркотики, занимался грабежом, да и вообще в день убийства. Его схватили не как случайного прохожего, а как подозреваемого. Не все так однозначно. А тут себя не заставила ждать и судмедэкспертиза. Оказалось, что Флойд перед смертью был под кайфом. Ну, тем более, не все так однозначно. В неидеальной биографии Флойда хотели найти оправдание полицейским. Классическое – не все так однозначно, жертва сама виновата. Не получилось. И протесты плавно переросли в погромы. Кстати, я не американский эстеблишмент, поэтому могу себе в этой истории позволить объективность. Сторонники движения БЛМ предпочитали погромы, грабеж и насилие называть нейтральным словом «лутинг». Вы не понимаете, это как бы другое. Громить можно только чернокожие кварталы. А вот белые всего лишь подвергаются лутингу. Америку штормило еще почти год. Шовина посадили на 22 года. Чтобы никто не подумал, что у меня тут филиал Russia Today, я сразу приведу в этой части примеры из российской практики обвинения жертвы. Ну, классический пример. Митингующие сами виноваты, что их повязали на митинги и побили в отделе полиции. Ну, как бы не надо было выходить. В далеком уже августе 2019 года на одном из митингов задержали Павла Устинова. Он стал обвиняемым по московскому делу и был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Сразу напомню, что все закончилось хорошо. Устинову реальный срок заменили на условный из-за общественного резонанса. Тоже забытая вещь, кстати. Тогда защита Устинова настаивала. Он даже не был участником митинга. Он пришел на площадь для встречи с другом. Видеозаписи доказывали именно эту версию. Когда стало очевидным, что дело рассыпается, провластные медиа стали наперебой твердить, это неправда. Он что, не знал, что там будет несанкционированный митинг? Зачем он там встречу назначил? Другой крупный скандал тех лет? Отравление новичком семьи Скрипалей в английском Солсбери. Пожалуй, информационная, как бы это сказать, спецоперация вокруг этого события заслуживает вообще отдельного разбора. О том, как ее проводили вне России, поговорим ниже. Ну а пока версия для российского обывателя. Здесь использовалось, конечно же, обвинение жертвы. В 2006-м Сергея Скрипаля в прошлом кадрового разведчика обвинили в шпионаже и госизмене. Потом обменяли на российских раскрытых шпионов и позволили уехать в Великобританию. Казалось бы, конец истории. Но после отравления Скрипаля в кремлевских медиа не скрывали злорадство. Кирилл Клеймёнов в программе «Время» заявил, профессия предателя опасна, и прямо напомнил о других загадочных смертях россиян в Британии. Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелые нервные расстройства, депрессия, неизбежные профессиональные заболевания предателя. В общем, сам виноват. Как виноват и оказались и отравленная дочь Скрипаля Юлия и полицейский Ник Бейли, первым прибывшей на место происшествия. Их нельзя было не демонстрировать. То есть этих людей уже... Я думаю, что у нас спецслужбы поняли, что их достаточно быстро деанонимизируют, этих господ. И тут надо сработать просто на опережение, может быть, на один-два дня. Перед тем, как появятся фотографии их паспортов с базы данных и так далее. Потому что у нас разведка ГРУ работает немножко примитивно. Потому что, как мне говорил один бывший сотрудник ГРУ, говорил, что все паспорта прикрытия, там было три адреса. Это либо Хорошевский шоссе адрес ГРУ, либо улица Молодогуловой, там был учебный центр, либо там еще третий учебный центр. И абсолютно не морочились. И ставили все эти адреса как адреса прикрытия, чтобы являться, конечно, полной глупостью. И я думал, что тут просто работали на опережение, показав этих людей. Это симптом слабости. Фактически все 30 лет существования Российской Федерации – это годы неприходящей слабости. государство, которое не было построено. Я уже не говорил про правовые институты, с которыми была катастрофа. И к чему толкала слабость? К подражанию. Вот есть, например, американский президент. О, он крутой парень. Я помню, как Путин смотрел снизу вверх на американского президента, потому что ему нравился Буш, которого называли военным императором мира. Как израильтяне обращаются с наиболее вредными террористами? Ну, в общем, известно, что они их убивают. Хотя они подтверждают это. Ну, давайте и мы уберем. Мы… что мы слабее. Вот я думаю, что здесь очень много подражательного, потому что, ну, совершенно бессмысленно. Еще недавно самой страшной угрозой из России были хакеры и тролли. Конечно, отрицать их существование будет неверно. Фабрика ольгинских троллей, агентство интернет-исследований действительно существовало. Работники давали интервью, результаты работы в виде однотипных комментариев под постами встречали многие популярные блогеры. Хакеры на службе российского государства. Тема чуть сложнее, но и тут имеются журналистские расследования, документальные фильмы, интервью. В конце концов, есть и американские судебные решения. Почему же и здесь возникает все тоже не все так однозначно? А потому что русские тролли и русские хакеры стали для западных правительств в последние годы идеальным способом перевести стрелки. Обсуждать не внутренние проблемы, а сослаться на козни внешних врагов. Ну, так же, как у нас с иностранными агентами и нежелательными организаций. Примерно 2010 года, когда говорили о хакерах иностранных, говорили о каких странах? Говорили о китайских хакерах, иранских хакерах и южнокорейских хакерах. О русских не говорили, хотя они были, конечно, так же, как были и американские хакеры. Собственно говоря, Сноуден, например, начинал когда-то именно как хакер. Это очень было удобно, конечно, для всех остальных стран, поскольку искали всегда под этими тремя фонарями. А дальше была компания, трудная компания Хиллари Клинтон, в которой сперва случайно, как проходная тема, а потом была найдена тема русских хакеров в связи с ее историей, с ее перепиской, очень неприятной для нее в компании. И они решили использовать эту тему как одну из основных компаний, потому что к этому времени Путин уже, я говорю о компании 2016 года, Путин в Америке уже был не очень популярной фигурой. Я думаю, русские хакеры существовали в какой-то степени, но в незначительной. В ноябре 2016 года Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Результат шокировал американские элиты. Тогда вообще мало кто сомневался, что выборы выиграет кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Ну, посудите сами. Давно в политике демократка, а главное, женщина. Феминистский тренд в политике уже был очевиден. А против нее Трамп. В политике новичок, шоумен, популист, а еще сексист и ксенофоб. Все соцопросы показывали, Хиллари, конечно же, президент. Но наступило ноябрьское утро после выборов, и выяснилось, что американцы отдали свои голоса Трампу. В общем, такое Америка-то одурела. Но вместо того, чтобы пытаться понять, почему американцы сделали такой выбор, что за ним стоит, американские элиты заявили, в победе Трампа не все так однозначно. Ведь он не раз хвалил Путина, пускай и сдержанно. А значит, выиграть выборы ему помогли русские хакеры. Все четыре года после победы Трампа американские элиты будут заняты выяснением степени влияния русских на американское государство. Вликает войная неудача. Во-первых, избирателю было плевать на Россию в этой кампании, и он не повелся. То есть ставка была сделана на эту тему, а она никак не отвлекла избирателя от Трампа. И Трамп победил. Это было такое потрясение, тяжелейшее, американских демократов, что они прямо сходу увеличили, форсировали тему. И оказалось, что Трамп победил, потому что его привели к власти русские хакеры. А дальше уже им нельзя было дать задний ход. Эта тема продолжалась и продолжалась как бьющая по репутации Трампа. Похожая история в те же годы случилась и во Франции. В конце 2018 года там стартовало движение желтых жилетов. Ну, во Франции такое случается. Там левые традиционно влиятельны и популярны. И вот при попытке повысить налоги недовольные стали выходить на улицы в светоотражающих жилет. Баррикады, разбитые витрины, слезоточивый газ. Ну, в общем, вся жесть. У протестующих есть требования. Можно или даже нужно к ним прислушаться и искать точки компромисса. Так было уже много раз. Но на этот раз в раскачке протестов обвинили русских троллей. Не налоговую политику правительства, к примеру. Нет, это вот опять русские. А значит, с социальными требованиями протестующих все не так однозначно. Фабрика троллей, она существует объективно. Мы это знаем. Есть свидетельства людей, которые там работали, документальные свидетельства, которым нужно, я считаю, доверять. То есть сам факт был. Вопрос в том, насколько это сильно было раздуто. Я так полагаю, что это сложилась ситуация консенсуса, что это выгодно всем раздувать. Эта история, конечно, была очень сильно гиперболизирована. Эти русские хакеры, русские тролли, которые, конечно, есть и тролли, есть и хакеры, но не в таком объеме. Не соответствует их мощности тому исчербу, который был заявлен. Но самая главная, я бы сказала, вершинная технология, способная превратить любые доводы оппонента в прах, это, конечно же, обвинение в фашизме. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Взываешь к логике, к здравому смыслу, но в ответ тебе просто говорят, ты фашист. И дальше оправдываться как бы уже нужно тебе. Вот один из самых свежих примеров. В феврале канадское правительство попыталось ввести вакцинные паспорта для дальнобойщиков. К тому моменту в стране вакцинировалось почти 90% населения, но власти не шли на поблажки, а наоборот только усиливали карантин. В ответ дальнобойщики устроили конвой свободы, к которому присоединились и многие другие канадцы. Конвой свободы оказался самым массовым канадским протестом в этом веке. А что премьер-министр Трюдо? Он заявил, что протесты организовала небольшая кучка активистов с неприемлемыми взглядами. И тут же нашлось видео, на котором один из протестующих держит в руках нацистский флаг. В итоге чрезвычайное положение и уголовные дела на дальнобойщиков и их сторонников. Это как бы консенсусное определение. То есть все согласны с тем, что нацизм в времен гитлеровской Германии плохой. То есть мало по какому поводу есть в современном мире консенсус. То есть возьмите любое другое историческое событие, оно сейчас уже во всем мире тоже оспаривается. Черчилль у кого-то хороший, у кого-то он плохой колониалист. Я не знаю, а уж я смолчу про арабо-израильский конфликт или про что-то еще. Ну то есть везде вроде бы как есть разные мнения. Но вот единственное, по поводу чего есть консенсус, это из исторических событий, это гитлеровский нацизм. Тут вроде как все согласны, что это было плохо. Поэтому когда Путин выбирает обзывательства какие-то, он выбирает вот те, по поводу которых вроде бы как все должны быть согласны. Я считаю, что это было фиктивное обвинение 30 лет назад, 20 лет назад. Но вот сейчас Гитлер-Гитлер, это уже настолько истрепанная пугалка, что я не считаю ее, если честно, эффективной. И нынешние события вокруг Украины это показывают. Что когда на нашей официальной риторике говорится о деноцификации, ну это, как говорится, глубинным народом вовсе это не считывается. Иначе бы у нас на каждой машине была бы символика Z. Человек не верит в то, что мы кого-то деноцифицируем. Или когда, опять-таки, с другой стороны, украинская пропаганда называют русских расистами, это тоже, в общем, как бы не считывается в массах, как вот, да, это фашисты. В России когда-то победивший фашизм особенно любят обвинять в нем оппонентов. И особенно, если это противники действующей власти. Следом часто заводят и уголовные дела за экстремизм. Здесь сложилась, так сказать, ну, знаете, богатая традиция. Приведу только один пример. Алексей Навальный, сейчас его признали террористом и экстремистом, когда-то снимался в двусмысленных роликах. Когда 10 лет назад он вырывается в лидеры оппозиции, то он отказывается от этих идеологических экспериментов. Конечно, его еще долго обвиняли в фашизме, но по-настоящему громко они выстрелили в самый неожиданный момент. Прошлой зимой после отравления Навальный вернулся в Россию. Его задержали и осудили. Международная организация Amnesty International сразу признала его политическим заключенным, узником совести. Но через некоторое время отозвала этот статус. Оказалось, западные правозащитники прислушались к колумнистке Russia Today Кате Казбек. Она указала Amnesty International, что не все так однозначно. И вообще-то Навальный фашист и расист. С видосиками случился скандал. Потерпели, разобрались. Через некоторое время статус узника совести Навальному все-таки вернули. Но мораль такая. Ситуация сразу становится неоднозначной, если кого-то в ней можно обвинить в фашизм. Я считаю, что это тема себя девальвировала. Не в последнюю очередь из-за того, что вы очень сильно затерли. А кроме того, прошло довольно много лет. Если мы почитаем пропаганду 19 века, 150-летней давности, то мы видим, что Наполеон был зверем и чудищем. Со смерти последних событий связан с Наполеоном прошло с 1815-го, сколько-то уже. Тоже где-то 78 лет. Эта тема стала истираться к концу 19 века. То есть я думаю, что мы видим, может быть, последние какие-то всплески вот этих разговоров про фашизм и нацизм. И думаю, что очень скоро Гитлер, несмотря на его действительно злодеяние, станет скорее героем комиксов, как Наполеон. Я думаю, лет 10-20. Последние годы до спецопераций могли создать такое ощущение, что мы живем век Борджа и Медичи. Как и в те времена, мы месяцами обсуждали политические отравления. И вот в этих загадочных историях без альтернативных версий обойтись было вообще никак нельзя. О них-то чаще всего и вспоминают, когда говорят, что все не так однозначно. Ну, вернемся к Скрипалям. Russia Today в те годы еще работала на полную мощность, и поэтому западный обыватель знал, что отравление Скрипалей при помощи химического оружия это провокация американских и британских спецслужб. Ее цель – сорвать наш чемпионат мира по футболу 2018 года. Версия была тем убедительнее, что британцы действительно все последние годы были активно против проведения чемпионата в России. Есть несколько простых принципов. Во-первых, нужно постараться на дело посмотреть отстраненно. То есть, если вы сторонник ярой какой-то определенной точки зрения, то вряд ли у вас это получится. Надо попытаться себя отключить. Или, может быть, прийти мысльно в другую сторону, стать адвокатом дьявола. Это первое. А второе – нужно смотреть, конечно, на некие слова-маркеры, которые у себя есть. Вот не все однозначно, как раз мем, который, так сказать, перерос из слова маркера. Он настолько стал затертым, что стал мемом. Давайте их попробуем перечислить на вскидку. Например, я вам говорю, как эксперт, самозванные люди-эксперты. Или это у меня есть масса примеров истории. Истории из примеров никогда не бывают аналогичными. То есть, масса таких демагогических слов-маркеров – это как бы вторая история, если вы хотите разбираться в теме. Третье – конечно, вопрос, кому выгодно. Это еще со времен Рима банально простой вопрос. Вот кому выгодно? Кому выгодна так интерпретация тех или иных событий? Потом, конечно, надо смотреть на фамилии. Если человек преликать фамилию Сан-Симоньян, когда-то уже тут ясно – чек на работе. То есть, если вы видите, что чек на работе, который ведет дискуссию, получает зарплату потенциально от какой-то из сторон, ну, понятное дело, что он будет играть какую-то проплаченную шарманку. Теперь. Об отравлении Алексея Навального в позапрошлом августе. То, как его освещали – эталонный пример, когда однозначные события сразу обрастают множеством версий, превращаются в неоднозначные. А споры вокруг факта надолго становятся важнее его самого. Август 2020. Навальный в большой поездке по Сибири. Там он встречается со сторонниками и снимает репортажи для своего канала. Утром 20-го числа он отправился из Томска в Москву, но в самолете ему стало плохо. Пилоты успели посадить самолет в Омске, где Навального ввели в искусственную кому. Через пару дней его отправили на лечение в Германию. Навальный еще был в коме, аппарат версии уже начался. Маргарита Симонян предположила, что у Навального запущенная гипогликемия, то есть у него периодически резко падает сахар в крови. Сердобольная Маргарита предложила Навальному возить с собой Рафаэлку, чтобы в случае чего поднимать сахар. Ну и, естественно, своим высказыванием она отвлекла от сути события и сумела переключить внимание на себя. Ты пил самогон в кафтанчику? Нет, я не пил самогон в кафтанчику. Ну даже рюмашечку. Нет. Версия, которую активно форсили в анонимных телеграм-каналах, была еще круче. По этой анонимной версии с Навальным ничего особенного не случилось. Он просто перепил. Настолько расхожая бытовая версия в случае чего-то недомогания, что она быстро пошла в народ. Но то, что достаточно в качестве версии обывателю, точно не хватит политически озабоченному. А тем более оппозиционно настроенным. Особенно после того, как в начале сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен новичком. Через несколько дней в прокремлевских медиа начались публикации про загадочную спутницу Навального – Марию Певчих. Оказалось, что в ФБК есть не публичные фигуры. Именно Певчих в российских медиа стали прозрачно обвинять в отравлении Навального. История с Певчих оказалась настолько запутанной, что о том, кто же отравил Навального и какие структуры к этому причастны, спорили всю осень. Короче, вы поняли. Все эти месяцы мы понимали, что история с отравлением – это история с двойным дном, скажем так. Я думаю, что это неудача ФБК. То есть, получается, что ФБК – такая история с бэк-офисом, с двойным дном. Что вроде есть фронтмены, условно говоря, Навальный, Соболь, а есть какие-то люди, которые делают какую-то работу, непонятно какую, кстати. Ну, можешь понять, что делает у Грозев. Это более он имеет репутацию следователя, работать с архивом, с базами данных. Но что делает Певчих, понять невозможно. Ну, так это объективно. Это, конечно, неудача ФБК. Это да, я считаю, в каком смысле это удача. Это удача кремлевских пропагандистов. Но, опять-таки, они же ленивые, неповоротливые. То есть, казав А, может быть, сказать Б, там. Я думаю, что это не одна такая Певчиха есть. А там, может быть, много интересов раскопать. Ну, здесь в истории с отравлением Навального очень трудно, что ли, выработать альтернативную точку зрения. Ты все время разрываешься между тем, что в данном случае слишком много подробностей, которые говорят на одну версию, версию отравления, а с другой стороны, это кажется невероятным. Тебе по-прежнему продолжает казаться невероятным, одновременно невероятно бессмысленным это событие. И ты все время расколот. Но, конечно, я охотно поверил бы в другую версию, если бы она существовала и была возможной. Потом Навальный позвонил своим отравителям и объявил о возвращении в Россию. И это его решение, кстати, тоже до сих пор оценивается неоднозначно. Последние крупные протесты в стране вызвали за собой уже массовое признание всех, кого попало, инагентами. В результате, к началу спецоперации в Украине, российское инфополе оказалось не просто зачищено, оно оказалось почти выжжено. Много лет гигантские силы и средства бросались на то, чтобы обыватель знал, что нет ничего однозначного и понятного. Ну а за каждым событием стоит тайный выгодоприобретатель. Отравление и посадка Навального стали для государства последней успешной крупной медиакомпанией относительно спокойного времени в России. Реальность после начала спецоперации оказалась принципиально другой. Это был специальный выпуск «Осторожно новости». Сегодня мы разбирались с тем, как однозначные события, благодаря несложным манипуляциям, теряются за спорами и альтернативными версиями. Но я и не замахивалась на весь спектр манипуляций с новостями. А ведь иногда их еще и приукрашивают. Хлопок, отрицательный рост, сокращение военной активности, демилитаризация, специальная военная операция, эвакуация военных – термины этой весны. В них легко запутаться и потерять реальный смысл происходящего. Ну а чтобы не путаться, подписывайтесь на нас, на ютубчике, ну и в Телеграме, конечно, и ставьте ваши лайки. В наших новостях и подкастах только проверенная информация. Не пропустите новые интервью, репортажи и спецвыпуски. И с этим точно все однозначно. Пока.